В Варшаве работает мобилизационный центр полка Калиновского, который собирает наемников, готовых воевать на стороне Украины. Им руководит 25-летний уроженец Вилищины Павел Кухтов. Если человек нам подходит, то есть мы с ним беседуем, общаемся, назначаем дату, он приходит вместе с группой и отправляется. Мало кто знает, что биография у парня, который отправляет людей на смерть, а сам живет за счет украинских и польских грантов, весьма примечательная. История такого моего протеста, она началась еще давно со школы. У меня появился интернет, я хорошо учился, ну как и все дети в первоначальных классах, до шестого класса я очень хорошо учился. В Беларуси он кое-как закончил школу, еще подростком подсел на наркотики, был судим. Мы поехали на родину Павла, чтобы выяснить, кто он такой и чем ему выгодна экстремистская деятельность. До шести лет воспитывался здесь, в этой квартире. Мы получили эту квартиру тогда, когда он, ну, три года, как ему было. Потом с матерью случилось несчастье, и бабушка забрала их двоих к тебе. Мама попала в места заключения свободы. Дали ей восемь лет. Свастика, нацистские речевки, человек в балаклаве – вот такие художества изображены в квартире в Вилейке, где когда-то жил Павел. Его отец Сергей Кухто признается, что вниманием родителей Павел был обделен. Ездил тогда на заработки, провозил его, одевал постоянно. Ну, тогда он жил в Молодечном. Ну, когда жена была в местах, ну, не столь отдаленно. Ну, если бы она убила женщину. Не поделили, короче, мужчину, я так понял. Четыре года она отсидела, вернулась, и Паша уже ходил в школу в тот момент. Ну, Рос учился так посредственно. Стройки на четверку. Мальчик вынужденно переехал в Молодечном к бабушке, ходил в местную школу. У меня был интернет и безграничное количество информации, которое я мог излучать. Ну, это… Я читал, читал, начитывался. То есть я быстро понял уже в шестом, седьмом классе то, что… Учился в Молодечном, связался с компанией. С такой… Когда только пошли эти наркотики, ну, это известно всем. Ну, Спайс и связался с этой компанией. Его поставили на учет, он у кого-то в каком-то подъезде разбил стекло. Его там поставили на учет, у нас заплатил штраф. И поставили на учет к наркологу тоже из-за этого наркотиков. Сергей Кухто рассказывает, что проблемы с поведением у Павла начались, когда он поступил в училище. Тогда он связался с плохой компанией, начал употреблять Спайсы и даже был осужден за хулиганство. Я говорю, у меня есть интернет, и я не виноват, что вы не умеете им пользоваться. То есть, ну, вот так я им все время объяснял. Ну, когда я употреблял эту дурь, тогда говорили в милиции, там, разбивал стекло. И, ну, родители мне не запрещали, не говорили то, что вот, неправильно ты что-то делаешь. И все. Отец мне только постоянно говорил, и сейчас говорит, всегда оставайся человеком, а что ты делаешь? К отцу парень приезжал очень редко. Однажды отец узнал, что Павел просто взял и уехал на Украину. Хотел идти в армию, пошел в военкомат. Исполнил его в 17-е, вот же, что пошли училище. Ему сказали, погасить в судимость, пойдешь. А его осудили-то на год, условно, ну, за этот стекло-то. Он тогда ничего никому не говоря уехал, как я понял, потом на Украину. Я не знал. Мама меня постоянно поддерживала, то есть ничего мне не запрещали. То, что я хотел изучать, я изучал полностью, открыто. То есть от меня ничего не прятали, не выключали мне интернет, чтобы я ничего не читал. Я приехал в Чернигов, позвонил, зашел на сайт АСТО, позвонил, сказал то, что вот, я белорус, приехал, хотел бы попасть на курс молодого бойца. Потом мне эта самая мать сообщила его, а мы с матерью уже были поругавшись. Конкретно она ушла жить к другому человеку, после этого я его не видел уже сколько лет. Когда он был на Украине, один раз, и то он по-быструхе позвонил, сказал, папа, у меня все хорошо, я жив-здоров, все, не переживаю, и все. Вот его близло. Мне никто ничего не запрещал, мама мне не говорила, что там, типа, нет, ты никуда не поедешь, там, со слезами на глазах, там, или документы забирал. Я сказал, что еду, мама сказала, ну, хорошо, и я даже удолжил у мамы денег на дорогу в Украину. И вот, я так и поехал. Потом отправился в Польшу. Туда же забрал свою девушку и мать. Ну, сейчас, насколько я понял, она у сына там. Ну, я так сильно не пью, как-то стыд гасит этому. Он уверяет, что об участии сына в деятельности полка Калиновского ему ничего не известно. С Павлом он эти вопросы не обсуждал. Да и сам категорически против подобных формирований. Сейчас боится по телефону разговаривать, просто спосит, как здоровье, как дела еще. А так не общаемся насчет войны. Мне он просто сказал, что покуда будет Лукашенко президентом, я не выездной. А вот какие ребята чем думают, которые туда едут? В средней школе номер пять в Велике, где Павел Кухто учился с пятого по девятый класс, о нем вспомнили сразу. Слишком уж агрессивным и сложным он был. Я очень хорошо помню Пашу. И когда речь идет о нем, у меня всегда по телу идет дрожь. Директор школы Наталья Замкович говорит, что педагоги с Павлом постоянно пытались найти общий язык, но он упорно не шел навстречу. Грубил учителям, конфликтовал с одноклассниками. То есть когда я в седьмом классе, меня вызывали к директору из-за моего проведения, из-за того, что я там спорил где-то на уроках истории, на уроках русского языка. Мог говорить, что тебе от меня надо, отстань, надоело и так далее. Ему очень нравилась в то время свастика. Вот он любил это рисовать. Были конфликты, за что он был и поставлен на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних в 2012 году. И причина этому было нанесение телесных повреждений нашему учащемуся. Запросто проскакивали выходки. Например, он идет и разминается, или в класс заходит учитель, и он заходит. То есть он как бы невзначай может толкнуть учителя, чтобы он уронил пачку тетрадей, стопку тетрадей. Ну, мне скорее, они никак не объясняли. То есть никак не объясняли. Я им объяснял, что они фальсификаторы. И вот когда я указывал на портрет, вы портите нашу страну, вашему государству я служить не буду. Но если бы мне на тот момент, когда он обучался, был задан вопрос, как вы думаете, из него может получиться террорист? Я, например, сразу бы ответила, да. Разрушительные черты характера Павла усугублялись с возрастом. Чем старше он становился, тем больше показывал свою натуру. Особенно не нравились ему школьные уроки, в которых обсуждались нравственность, закон. Прямо держали, успокаивали. Он такой прямо агрессор. Все это так вспоминается. Все это было. За девять классов. У него по русской литературе двойка, по русскому языку двойка, человек и общество двойка, черчение двойка. Ни педагогические навыки, ни знания, ни желание изменить ситуацию не давали результата. Было видно, что Павла ничего хорошего не ждет. Да и как может получиться что-то хорошее у того, кто все отрицает? Ему учеба была неинтересна. Он сказал и открыто говорил о том, что учебе он себя посвящать не собирается. У него другие планы. И вот, и в Маринке первый раз мы вышли на блокпост. Я с таким чувством гордости. Сейчас, находясь за границей, Павел с гордостью рассказывает о своем участии в полке Калиновского. О том, как прошел курс молодого бойца. Странно только, что в Белоруссии он позорно косил от армии. Как нам удалось выяснить, поиск болезней, которые позволили бы не служить, даже привел его в психиатрическую больницу. Уклонист уехал из Белоруссии и сейчас находится в розыске. В своей стране конституционный долг он не отдал, а в чужой с удовольствием отправляет других на поле боя. Вдохновившись революционными идеями, судимый наркоман возомнил себя героем. Что это, как ни попытки хоть как-то оправдать свою неудавшуюся жизнь? Считайте то же самое, что дар этим смерти. Своим же Белоруссом. Я так понимаю.